Привет, Асулхан! Привет, Слава! Как дела? Отлично! У нас сегодня день разработчиков, которые занимались в начале карьеры бэкэнд-разработкой. Асулхан, что заставило тебя перейти в мобильную разработку? Как студент я был очень заинтересован разными технологиями и работал над фронт-эндом, над бэкэндом. И думал, что пришло время для iOS и попробовал, и мне понравилось это. И с тех пор я работаю как iOS-разработчик. Круто! Я в свое время тоже перешел из бэкэнда, так что, наверное, не будем очень долго тянуть. Передаю тебе слово. Поехали! Привет всем! Меня зовут Асулхан. Наверное, все уже подготовились к презентации. Сегодня поговорим об дженериках и как они решают наши проблемы. Сначала посмотрим простые примеры, освежим память. Если не знали, познакомимся с синтексом. Поговорим об type-констраинтах и associated type. Посмотрим, как не стоит использовать дженерики, некие антипаттерны и места, где мы используем их в нашем проекте. И давайте начнем. Что такое вообще дженерики и как они нам помогают? Дженерики помогают нам создать некую обобщенность в коде. С ним мы можем писать гибкий, переиспользованный код, с которым можем избежать от дублирования. Несмотря на красоту обобщенных типов, многие разработчики сталкиваются с трудностями при использовании. И часто у нас проблема именно с повторением кода. Кто-то в пользу читаемости и нетривиальности, просто дублирует моду с некоторыми изменениями для данного кейса. Кто-то хочет создать некую обобщенность, но часто сталкивается с проблемами, а кто-то ловко использует дженерики. Я понял, что во многих случаях они знают, чего хотят, но не знают, как этого добиться. И с этими проблемами сталкивается каждый начинающий разработчик. В докладе собрал часто используемые рейсы и к концу думаю многие уже начнут понимать, что такое дженерики и писать на нем. С первых шагов на пути разработчика, даже не зная дженериков, вы начинаете писать на нем. Причем каждый раз, когда садитесь кодить. Да, это рей, ведь она принимает любой тип и работает с ним. Мы не пишем отдельный класс для каждого типа, а используем универсальный тип массива. И таких универсальных типов в сети очень много. Давайте создадим свою. Предположим, у нас есть такая задача. Мы должны хранить какую-то сущность, какая бы она ни была, и при необходимости узнавать тип этой сущности. Для этого воспользуемся дженериками. Она является внутри фигурных скобок. Мы говорим, что t – это любая сущность, и что value принимает этот тип. Таким образом, мы добились того, что любой тип, передаваемый в контейнер, будет запретован в методе print-type. Так она будет использоваться. Мы можем создавать свой контейнер с нужным нам типом и использовать его методы. Она будет принимать тип той сущности, которую мы передали в контейнер. Все это кажется легким. Человек, который не сталкивался с дженериками, может подумать, зачем же мы паримся и не используем его. Но давайте посмотрим еще один пример. Предположим, у нас есть функция для поиска строки из массива. Мы пробегаемся по всем элементам массива и при нахождении совпадений возвращаем индекс. В противном случае возвращаем new. И такая функция может быть для интеджеров, флота, далпа и так далее. Вариантов много. Здесь мы видим ненужное дублирование, которое можем исподправить. Везде повторяется элемент, который мы ищем, массив этих элементов. Давайте заменим их дженериками. Как в раннем примере, создаем дженерик тип внутри фигурных скобок. Мы говорим, t – это любая сущность, и заменяем ею параметры функции. Это говорит нам, что мы можем передавать любую сущность и искать его среди таких же внутри массива. Но у нас возникает ошибка. Думаю, многие из вас, когда используют дженерики, сталкиваются с такой ошибкой. Меня тоже это смущает. Вроде все делаю верно, но нет, тут-то было. В этом кейсе компилятор говорит, что не может сравнить эти сущности. Дело в том, что Sift – это типа безопасный язык, и он не знает, какие сущности сравнивать. И компилятору кажется, что она сравнивает два неизвестных элемента. И как обычные функции, такие дженерики должны подчиняться некой логике. Для того, чтобы мы могли сравнивать дженерик тип на эквивалентность, этот тип должен соответствовать логике, которая представлена в протоколе Equitable. Название самой за себя говорит – что мы можем сравнивать сущность, с которым мы его confirm. Без него компилятор не понимает, что мы хотим сравнить. Но как же сделать так, чтобы наш дженерик тип соответствовал этому протоколу. Для этого нам поможет Type Constraint. Это, по сути, то же самое, когда мы делаем так, чтобы наши модельки или классы соответствовали определенному протоколу или же логике. Для дженериков действует тот же сценарий. И давайте вернемся к предыдущему сценарию и исправим наш код. Это тот же код, который смотрели ранее, с ошибкой. Сейчас исправим его с использованием Type Constraint. Мы пишем, что наш дженерик тип соответствует протоколу Equitable, и компилятор понимает, что мы от него ожидаем, и сможет сравнивать их. Теперь наша функция будет выполняться без проблем для любых сущностей, которые соответствуют этому протоколу. Мы уже знаем, как создается дженерик функции. Теперь пришло время для дженерик протоколов. Предположим, у нас есть некая логика в классе. В нашем случае это умножение. Мы берем параметры a и b и умножаем их. Потом возвращаемся, получившийся результат. И эта логика дублируется в нескольких классах, но с изменениями типа. И задача у нас такова, что эту логику мы должны вынести в отдельный протокол. Но как же это нам сделать? Давайте для начала создадим некий протокол. Мы создали его и назвали Multiplier. Но мы не знаем, какой тип ему дать, и вспоминаем дженерик функции. Пытаемся также реализовать протокол. Объявить дженерик тип точно так же, как и функция. И радуемся жизни, что у нас все получилось. И в этот самый момент компилятор ругается, что он не может взять и просто объявить дженерик точно так же, как функция. И подсказывает нам, что же мы должны использовать. На красном по белому написано использовать это Associated Type. Но что это может означать для нас? Давайте посмотрим. Ассоциативный тип – это некое ключевое слово, которое используется в протоколах. И обозначает, что она является дженериком. И давайте применим его для нашего протокола. Видим наш протокол и первым делом убираем место, где объявили дженерик тип. И применяем ключевое слово Associated Type для нашего протокола. Associated Type в протоколе говорит, что она дженерик. Какой бы тип мы не передавали функцию, она будет нормально отрабатывать. Теперь мы можем использовать этот протокол для нашего класса. Это наш класс, в котором хотели реализовать умножение. Для этого применяем протокол и реализуем наш метод. Что мы видим в итоге? В протоколе дженерик тип объявляется через кучевое слово Associated Type. В применяемом его классе мы должны дать знать протоколу, что такое нам. И для этого написали Type Alice нам равен к W. И наш протокол понимает, что от него ожидаем. И воспринимает намы в методе как W. Но это не значит, что мы должны использовать всегда с намами. Мы его можем заменить. Можем написать в таком виде. Заменяем намы в методе даблами. Компилятор понимает это. И в таком виде не возникает никаких ошибок. Это удобно читать. А если компилятор понимает, что нам это дабл, то почему бы и не убрать Type Alice? И даже в таком виде не возникнут никаких ошибок. Вместо намов мы использовали даблы. И протокол понимает, что дабл это и есть нам. Теперь к какому бы классу мы не применяли этот протокол, будь это Integer, Float или что-то еще, мы можем реализовать его методы. Но а что, если кто-то посторонний пришел в проект? И предположим, что он не знает, за что отвечает этот метод. И захочет использовать его с другим типом. И сделать так, чтобы этот протокол умножал строки. Или применять его к любому другому существенности. И портится вся логика. Метод в протоколе вроде бы понимает, что он делает все правильно, но Xcode говорит, что не может умножить строки, так как она не поддерживает умножение. Но новый разработчик думает, как это может быть? Ведь метод принимает строки, но почему же не может их умножить? Название само за себя говорит. Multiply. А причина вот в чем. Наш протокол generic и принимает любой тип. Мы должны сделать так, чтобы этот generic тип в протоколе принимал только те существенности, которые поддерживают умножение. Мы же не хотим, чтобы наш метод с протокола отвечал на другую логику. Возвращаемся к нашему протоколу. Это прежний протокол, который мы реализовали. Мы должны дать ему некую логику, чтобы она могла принимать правильные типы. Давайте вспомним, как мы это делали в прошлом примере. Для того, чтобы мы могли сравнивать две сущности, применили ограничение типа и дали логику generic. Написали, что мы принимаем любой тип, который поддерживает эквивалентность. И давайте применим такую же логику для нашего протокола. Мы должны сделать так, чтобы он нам принимал только те типы, которые могут быть умножены. Для этого у нас есть протокол numeric. И в документации в стихте написано, что это тип, который поддерживает умножение. Применив его к нашему протоколу, мы гарантируем, что сюда попадут лишь те типы, которые можно умножить. И давайте подытожим. Как смотрели в ранних примерах, во многих случаях generic используется некая логика, которому они должны соответствовать. И если не следовать этой логике, то происходят такие ошибки, как наши сущности не соответствуют определенному протоколу, либо же классу, или же наш класс или функция ожидала одну сущность, но получила другую. Но у нас уже в голове сложился некий образ, как мы будем использовать генерику и логику для них. И давайте, чтобы этот образ не исчез после просмотра доклада, а оставался в наших головах, закрепим их уже более жизненными опытами их использовать. Да, это TableView. И на его примере посмотрим и укрепим полученные знания. Не секрет, что большинство кода на нашем проекте занимает именно TableView. И в нашем случае тоже не исключение. У изображения на слайде видите страницы положения BCK. И по нашим расчетам 80% проекта построено именно на нем, на TableView. И что же под капотом? Это наш обычный ViewController. Когда мы реализуем на нем TableView, то наш класс увеличивается в размерах и читаемость ухудшается. С каждым ViewController этот коптор повторяется. В среднем минимум 30-40 строк кода уходит на то, чтобы просто создать базовый TableView. Это не считая стили, применяемые, конфигурацию, негативную логику при нажатии или сетапа ячеек. Давайте соответственность за эти повторяющиеся элементы переложим на отдельный класс. И начнем мы это с ячейки. Это наша ячейка из приложения. Для разных страниц она может отличаться по-своему, но есть то, что объединяет их всех. Это конфигурация ячейок. Мы передаем какие-то данные в нее. И по этим данным вводится текст, показывается изображение, красится лейбл. Короче говоря, любая логина, которая приходит извне. Мы хотим построить универсальный TableView, чтобы какую бы ячейку мы не передавали в нее, чтобы она могла передать данные в нее. И для этого все ячейки должны иметь одинаковые методы для конфигурации. Но для разных типов ячеек требуются разные типы сетапа. Это означает, что наш метод должен быть generic. И чтобы точно не ошибиться, мы должны этот метод вывести в протокол. Для этого возвращаемся к предыдущему слайду с generic протоколом. И вспоминаем, как мы его объявляли. Мы применили ключевое слово associate type внутри протокола и дали знать, что она generic. И метод умножения принимает теперь только любые типы. Теперь давайте, отталкиваясь от этого знания, создадим наш протокол с методом конфигурации ячеек. Сначала объявляем протокол configurable. Потом мы объявляем наш метод конфигурации. Как ранее смотрели, у протокола есть ключевое слово associated type, которое говорит нам, что это generic. Мы не применяем ограничение типа для дженерика, потому что мы хотим передавать абсолютно любые типы. Что мы еще знаем? Все ячейки наследуются от uiTableViewCell. И давайте создадим некий type Alice для того, чтобы впоследствии могли бы использовать этот протокол совместно с нею. Мы создаем Alice ConfirableCell и при дальнейшем можем применить его к нашей ячейке. И она будет сразу наследоваться от двух протоколов. С ячейкой разобираясь, дальше место, где все ячейки объединяются. Они все объединяются в секции. И что теперь мы делаем? Данные, которые приходят к ячейке, они универсальны. И в то время мы пишем универсальный TableView. Это значит, что сами ячейки тоже универсальны для секции. По этой логике мы должны создать секцию, которая принимает и generic данные, и generic ячейки. Давайте приступим. Мы создаем некий класс с именем generic section. Создаем универсальные типы, которые она принимает. Будем инициализировать наш класс с массивом моделей. Как вы видите, мы принимаем любую сущность как ячейку. Но чтобы она получала только те типы, которые нам нужны, применим ограничение типа. Для этого мы используем Type Alice, который создавали и ранее. ConfigurableCell. Она и станет нашим ограничением для generica. Давайте снова вернемся к ней. Применяем ConfigurableCell как ограничение типа. Наш класс готов для использования. Теперь давайте опробуем его на практике. Что у нас в итоге есть? Мы можем создавать секции всего лишь одной строкой. И разные секции могут быть созданы из разных моделек и ячеек. Но что-то еще не хватает. А где же будем объединять все эти секции? Где тот самый TableView, который бы принимал их? Давайте приступим к нему. Создаем некий класс TableAdapter, который принимает в себе секции. И теперь нам нужны методы от DataSource и Delegator. Наследуемся от них. Теперь давайте объявим наши секции в случае массива. Теперь все становятся на свои места. Но неожиданно узнаем то, что мы не можем создать массив с генериками. Потому что, как ранее говорили, Swift — типа безопасный язык. И это означает, что компилятор должен точно знать конкретный тип каждой перемены во время компиляции. Так как generic section принимает разные типы, то это нарушает логику. Но это тоже не проблема. Давайте создадим обертку для нашей секции. Она должна иметь некий функционал, который мы еще не реализовали в generic section. Давайте вернемся к ней и посмотрим, что же не хватает. У нас есть класс, который хранит модельки и имеет доступ к ячейке. Но не знаем о количестве этих самых ячеек, которые должны быть в ячеек. Нет методов для конфидерации ячеек и взаимодействия с ней. То есть дитселект. Давайте напишем некий протокол, который имеет эти типы. И впоследствии чего мы можем его хранить в TableAdapter и взаимодействовать с generic section. Создаем протокол section и реализуем недостающиеся методы. И давайте вернемся к нашей generic section и применим этот протокол. Видим наш класс. Наследуемся от только что созданного протокола и реализуем его методы. Но опять Xcode не понимает, что происходит и выводит ошибку. Компилятор не понимает и говорит, что не может конвертировать item, который в классе, на item, который есть в протоколе. Давайте посмотрим на него. Как ранее уже говорили, наш протокол это тоже generic. И принимает любой item. И через него конфигурует cell. Давайте вернемся снова на наш класс. Мы видим, что item, который в классе, должно быть равно к item, который в протоколе. Но как объяснить компилятору, что они равны? Тогда нам в помощь приходит объявление дополнительных условий where. Кучевое слово where помогает расширить уже существующую логику или написать новую. В нашем кейсе мы говорим, что item, который в ячейке и item в классе, они равны. И наш компилятор теперь понимает это и может передавать generic item внутри ячейки. И в итоге у нас есть протокол, который объединяет все секции. И давайте применим его для тейбла. Теперь вместо пустого места пишем наш протокол. Так как наша generic секция наследуется от этого протокола, то мы можем его хранить внутри массива. И давайте посмотрим на него есть проделанный труд. Это наши секции, которые мы создавали ранее. И мы объединяем их в одном классе. Таким образом мы переложили логику table view раздельно от нашего контроллера. Что же в конечном итоге получили применением generic для данного кейса? Первое. Наш скот уменьшился. Впоследствии чего каждый view контроллер избавлен от минимум 30-40 кода, а то и больше в нашем проекте. Второе. Не дублируем один и тот же код каждый раз, когда нам понадобится table view. Третье. Читаемость view контроллера стала еще лучше. Мы можем писать то, что нам нужно, а всю логику переложить на наш только что созданный класс. Четвертое. Переиспользоваться. Мы можем использовать этот класс везде, где только можно. Теперь, если вы не использовали generic, думаю самое время это исправить. Я специально показал ошибки, чтобы при возникновении их вы не терялись, а смогли найти решение. Мы поняли, как использовать generic. Давайте посмотрим теперь, как не стоит их использовать. Мы должны помнить, что использование generic не всегда оправдывает себя. Это палка о двух концах. Мы минимизируем код, но если неправильно использовать, то жертвуем читаемостью и производительностью нашего кода. Сейчас посмотрим антипаттерны использования. Это наш класс, который мы рассматривали в начале доклада. Она наследуется от generic протокола. Класс выполняет лишь одну функцию. Что, если класс будет выполнять некую бизнес-логику и будет иметь чуточку больше методов и наследуется нескольких протоколов? Мы можем запутаться, конечно, потому что эта функция может показаться внутренним методом самого класса. Читаемость ухудшается и в будущем можем запутаться. Но как же мы можем это исправить? Давайте взглянем на наш протокол. Протокол multiplier имеет associated type num. А что, если мы выведем этот тип на наш класс? Таким образом заменяем типы в нашем методе. Теперь наш класс становится более читаемым. Так как мы понимаем, что этот метод принимает некий num от type Alice и будем понимать, что она является частью протокола. Давайте не забывать писать его, чтобы и другие разработчики, которые работают в команде, могли понять суть и держать код в чистоте. Теперь посмотрим на другой кейс с плохой практикой использования generic. Мы видим класс, который наследуется от uiv и принимает тоже generic тип, наследуемый от него. Иногда вижу и такое использование дженериков. Как и в generic протоколах, так и в других случаях есть кейсы, где мы можем обойтись и без них. Давайте исправим этот код. Мы убираем generic тип и вместо него пишем публичный variable, который тоже uiv. Пример, который был раньше, и этот пример может показаться одинаковым, но это не является таковым. При использовании generic мы жертвуем build-time. Да, она невелика, но в больших количествах имеет свои последствия. Да и в этом кейсе можно обойтись и без него. Как ранее говорили, использование дженериков сказывается на build-time. Давайте посмотрим, как именно это влияет на него на следующем примере. Для примера возьмем протокол, который имеет один параметр и создаем struct, который реализует этот протокол. А что мы можем сделать с числами? Конечно, выполнять некие операции. И мне пришла мысль создать некую generic функцию, которая бы складывала модельки. Ведь внутри них есть интеджеры. Давайте создадим его. Я создаю основную функцию, которая имеет два generic типа. И обе наследуются от протокола IntegerConvertible и возвращает нам модельку. Внутри я написал некую логику для складывания. Беру модель и складываю интеджеры в двух приходящих параметров. Давайте я теперь использую эту функцию. Пишу метод, который складывает эти модельки. Казалось бы, что может быть не так? Выглядит красиво, да и всего лишь на несколько срок. Когда вы доволен проделанной работой, давайте посмотрим на build time. Всего лишь 3 миллисекунды. Она никак не может отразиться в проекте, верно? А что, если таких методов в проекте куча? Определенно память увеличится. Но все равно я хочу это использовать. И я решаюсь изменить логику, чтобы она так же выполняла то, что нужно. И было еще быстрее. Давайте посмотрим на наш протокол. Это тот же протокол, к которому конфирмировалась наша моделька. Вместо того, чтобы написать логику складывания на отдельные функции, я решаюсь реализовать его в самом протоколе. Метод add выполняет ту же логику и принимает сущность, которая конфирмировалась от протокола. И тоже реализует складывание. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Я использовал расширение протокола, и оно так же выполняет логику, которую я хотел. Но каков был тайм для данного метода? И вижу колоссальную разницу. Она уменьшилась с 3 до 0,1 миллисекунды. В 30 раз меньше. Используя в обеих случаях одну и ту же логику, но с разными реализациями. Добились этого. Этот пример показал для понимания производительности кода с использованием дженериков. Но она помогает нам понять суть эффективности написания кода в целом. Часто разработчики как раз напишут generic код. Они думают, что в какой-то момент их код нужно будет использовать с несколькими типами. Но большая часть этого кода в действительности используется только в одном конкретном случае. Так что не усложняйтесь читать кода только ради некоторых возможных использований в будущем, которые могут никогда не произойти. Обобщайте код только тогда, когда она вам необходима. Давайте теперь о хорошем. Если использовать дженерики с умом, то пользы намного больше. Теперь покажу примеры, как дженерики могут использоваться. Кейсы, где они задействованы в реальном проекте. Например, дженерики могут быть использованы для некоторых расширений. Тут вы видите кастомную сущность, которая имеет такие методы, как хранение модели либо извлечение его с памяти. Давайте посмотрим еще один пример. Это страница истории платежей в приложении Junior Bank от BCK. Она есть в каждом модуле, где используются платежи. Если так и оставалось, то мы бы и не использовали дженерики. Ведь можно обойтись и без него, так как модельки, которые выходят из сети, не меняются. Меняются только параметры, передаваемые в API. Но несколько недель назад начали добавлять переводы между счетами. Это уже страница приложения BCK с переводами. Мы должны были внедрить его в наше приложение. Давайте сначала объясню, что тут отличается. История переводов и платежей хоть и похожи, но модельки, которые прилетают, могут отличаться друг от друга. Давайте посмотрим на них. На представленных модельках вы видите, что в некоторых местах они могут отличаться. Но вместо того, чтобы создавать для каждого из них отдельный history class, я как хороший инженер, хочу использовать уже существующийся модуль. Как ранее говорил, дженерики стоит использовать только в тот момент, когда это потребуется. И это тот самый кейс. Для table, как ранее говорил, generic table view. Но помимо него, юзаем дополнительный map per class. Этот класс принимает в себя модель и ячейку. И после делает некую манипуляцию и возвращает массив секции. Этим кейсом хотел показать, что примеры, которые ранее показывал, они успешно работают на проде и используются на реальных приложениях. Только с некоторыми космическими изменениями или расширениями для них. Места, где можно использовать дженерики, могут ограничиться только вашими фантазиями. Просто надо не забывать, как правильно и при каких условиях нужно применять его. Давайте суммируем все, что мы узнали. Каждый раз, когда захотим использовать дженерики, у нас в голове должна присутствоваться такая картинка. При замене существующего функционала с дженериками будет ли удобно его читать? Если да, то используйте. Второе. Происходит ли дублирование одного и того же кода? Если нет, то не стоит использовать дженерика. Следующее. Уменьшится ли объем кода? Как мы увидели, иногда разработчики напрасно пишут дженерик код и без надобности. И в конце мы должны использовать его только тогда, когда она нам реально необходима, а не в абразируемом будущем. Так как бизнес-кейсом свойственно меняться, а тот код, который вы написали, и дальше будет жить в нашем проекте. Если будем держаться этих параметров, то наш пользовательский опыт использования дженериков в разы улучшится. Спасибо за уделенное время. Все примеры с докладом можете посмотреть по этой ссылке. Асулхан, спасибо тебе за доклад. Надеюсь, он был очень полезным. Там в чатике на ютубе уже бурлит какое-то обсуждение. Наверное, тебя забросают вопросами про то, как можно применять дженерики. И первый вопрос, который был задан в чатике. Можно ли использовать дженерики с Янам? Да, можно. Дженерики легко сочетаются с Янамами. Например, тот же result-тип, который мы используем в сетевых протоколах, сетевых запросах. В 5.3, например, давался частный Янам result. Мы его используем для того, чтобы могли принимать любые типы. Например, вы пишете success, принимайте любой параметр, либо error. Этот пример показывает, что Янамы с дженериками легко уживаются. Окей, спасибо за ответ. А как ты замерял время выполнения с дженериком и без? Я все примеры предоставил по этой ссылке, которую показывал в докладе. Оно применялось через current time. Я примерно взял 100 итераций и взял average этого времени выполнения. Окей. А есть ли разница между дженериками и AnyObject? Да, конечно, есть. Потому что, например, дженерики. Мы, когда используем дженерики и, например, передаем неправильный тип, компилятор сразу ругается, что это неправильно. А когда AnyObject, мы просто его кастим к нужному нам типу. И эта ошибка выполнится только при запуске приложения. И это может привести к нечитаемости кода, либо большим ошибкам. Лучше использовать дженерики, чем AnyObject. Окей, спасибо. Тут еще один вопросик с чата. Использовали ли дженерики с DI и тестами? Еще раз можно? Да. Использовал ли ты дженерики с DI и тестами? Сэм Лебедев столкнулся с проблемой, что протокол нельзя напрямую использовать внутри association type. На практике, когда мы тестим свои модули, то в основном это просто приравнение к определенному типу. Например, вот эту ошибку я еще не получал. Видимо, еще придется поработать и узнать. Ну, наверное, можно будет это в чатике Telegram обсудить более детально, то есть скинуть какой-то пример и, может быть, ты поможешь человеку разобраться. Окей. Следующий вопрос. Смотри, ты вот рассказал про использование TableView. Как думаешь, вот если это стало все так легко и просто, почему Apple по умолчанию не сделала какой-нибудь такой хороший нам помощник и не сделала TableView на дженериках сразу? Да, этот вопрос тоже интересен. Сырт уже давно используется в Prode, но у Apple еще нету дженерик UI-кита, который мы могли бы использовать. Но я думаю, это связано с тем, что сейчас появился SwiftUI и кодит на нем гораздо легче. И не нужно много вот этих ненужного кода, который мы можем написать, а просто использовать с несколькими линиями строков. Ну, в нескольких линиях строков. Окей. Тут прилетел вопросик из Telegram. Как часто используются дженерики в разработке на нынешний день? Как ранее уже показывал, они, например, в ваших проектах могут быть похожие модули или же похожая логика. И именно такие свойства определяют использование дженериков. И я думаю, они часто приходят, дженерика часто приходится использовать их. Потому что, когда вы увеличиваете свой модуль или свои классы, то читаемость ухудшается. Лучше один раз изучить его и использовать, чем вечно писать, дублировать и мучиться с этим. Я, наверное, думаю, интересовал вопрос про какое-то практическое применение. И я знаю, что все примеры, которые ты показывал, это примеры того, что вы сейчас как раз делаете у себя. Так что можно сказать, да, вы прямо сейчас используете это все. Окей. Тут прилетел еще один вопросик, но он, наверное, больше ко мне. Колеса переходят на SwiftUI. Мы думали об этом, но у нас большая поддержка старых пользователей. Мы еще до сих пор поддерживаем пользователей на iOS 10. Поэтому мысли есть, как это можно поприменять. Но именно для продакшена пока еще рано, наверное. Так, что у нас еще есть вопросик? Как думаешь, твой код можно ли вынести сейчас в библиотеку, в какой-нибудь общий доступ, чтобы можно было использовать, допустим, ее как под? Да, конечно, можно. Я показал, такие поды, наверное, уже есть. Я показал этот пример, чтобы люди понимали, как они могут кастомизировать уже существующиеся модули и самим разобраться в этом. Но я показал все примеры по ГИТу, вы можете их подключить в себя и использовать. Ну и, наверное, последний вопросик, даже такой напутствие или совет. В документации, на самом деле, очень мало информации о дженериках. И что бы ты посоветовал нашим слушателям? Где можно искать информацию, что почитать, что изучать? В том же интернете разные блоги есть. Просто нужно не бояться использования дженериков, а взять и просто посидеть и смотреть, что можно оптимизировать, что можно улучшить, как мы можем это сделать лучше. И просто пробовать и спотыкаться, и в конечном итоге вы научитесь. Это я вам гарантирую. Окей. Ну, наверное, следующий совет, да, такой, когда вы возьмете за рефакторинг и начнете что-то, не знаю, применять тот же dry, don't repeat yourself, подумайте, может быть, стоит применить как раз-таки здесь дженерики, и будет вам счастье. Давайте поблагодарим Асылхана еще раз. Он сейчас пойдет в чатик Telegram и постарается ответить на все те вопросы, которые мы не успели ему задать. Спасибо.